Всем привет! Сегодня 4 июля. После длительного похолодания томаты резко начали расти. На низкорослых кустах уже вовсю наливаются плоды, а высокорослые позднеспелые томаты пока только лишь набирают в росте. Поэтому сегодня я решил провести подкормку и тех и других древесной золой. Древесная зола ускоряет созревание плодов, а также предотвращает жирование томатов, то есть образование слишком толстых стеблей, появление пасынков на цветочных кистях, а также появлению вторичных пасынков, то есть даже если оставлен в пазухе листа пенек от пасынка, то из него вырастает ещё один побег. Кроме того, в древесной золе содержится очень много кальция, а кальций препятствует появлению на плодах у томатов вершинной гнили, когда кончик у плода начинает отсыхать. Как правило, это происходит либо при недостатке в почве кальция, или при достаточно сухой почве в жаркую погоду. Под каждый куст я кладу по стакану древесной золы. Как вы видите, я положил золу кучкой, то есть не стал её рассыпать, потому что сейчас я проведу полив. Мои томаты полностью замульчированы, поэтому я поливаю по всей площади грядки. То есть мульча в течение получаса высохнет и будет задерживать испарение влаги из почвы. Поэтому воздух в теплице будет намного суше, а значит фитофтора не будет активно развиваться. Теперь давайте поговорим об основных правилах полива томатов. Самое важное правило номер один. Ни в коем случае нельзя при поливе мочить стебель у томатов и листья, потому что в таком случае на них будет образовываться фитофтора. Потому что среда будет влажной. То есть полив должен осуществляться только под корень и никак по-другому. Правило номер два. Поливать томаты нужно по мере подсыхания почвы. Каким образом я определяю, как это делать? Я поднимаю слой мульчи и смотрю, какая под ним земля. Если земля влажная, то можно пока от полива временно отказаться. Если земля начала подсыхать, то томаты обязательно поливаю, чтобы не образовывалась вершинная гниль. Правило номер три. Не нужно поливать томаты в дождливую и сырую погоду. А также нельзя томаты поливать слишком часто. Правило номер четыре. Которым часто некоторые садоводы пренебрегают. Помидоры нужно поливать всегда тёплой водой. Её температура должна быть в пределах от 20 до 25 градусов. Я поливаю томаты из бочки. Пускай даже оттуда напор так себе. В отличие от водопровода или из скважины. Но водопроводная вода идёт из реки. А там температура воды редко бывает выше плюс 20. Что уж говорить и о воде из скважины. Где температура вообще чуть ли не плюс 5 градусов. Поэтому томаты нуждаются только в тёплой воде. Причём полив желательно проводить с утра. Это является очень хорошей профилактикой грибных болезней. То есть вообще желательно все овощи, которые растут в теплицах, в парниках. Поливать только в первой половине дня. Сейчас объясню почему. Во-первых, вода ещё не такая тёплая. То есть она слегка на ощупь прохладная. Поэтому она не так сильно испаряется, как тёплая вода. В результате получается так, что в целом воздух в теплице становится несколько суше. И кроме того, если проветривать в утреннее время, то можно открывать все окна, форточки и двери в теплице. И в течение дня воздух очень быстро подсохнет. То есть к ночи от влажности не останется и следа. Вот в принципе и основное правило полива томатов. Если вам это видео понравилось и было для вас полезным, не забывайте поставить палец вверх. Подписывайтесь на канал, если ещё не подписались. Не пропускайте следующее видео про выращивание томатов, картошки и других садовых и огородных культур. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!